Добрый день, дорогие зрители! Приветствуем вас на Омском музыкальном канале. И с вами ведущая Ерофеева Маргарита, Грешенко Вадим, Лизанова Вероника. И сегодня у нас в гостях Михаил Дергилёв, солист Омского музыкального театра и режиссёр. Здравствуйте, очень приятно быть у вас. Здравствуйте. А почему вы выбрали именно эту профессию? Почему я выбрал? Ну, тут очень интересная у меня была история. Когда я в школе учился, это уже было давно, 25 лет назад, но тем не менее, когда я в школе учился, у нас был театральный кружок. Вот вы тоже занимаетесь, я так понимаю, да? Да. И у нас был театральный кружок, и мы в этом кружке ставили много произведений. Евгения Онегина играли, и Чайку Чехова, и много сказок играли. И эта профессия мне была очень по душе, хотя я хотел изначально поступать на маркетинг в институт, прям по-серьёзному, всё. Но когда я сидел на вступительном экзамене и решал математику, мне это было вот просто так не по душе, что я подумал для себя, ну зачем я буду себя мучить, правильно? Лучше я буду заниматься тем, что мне нравится. И я поехал, поступил в институт, и вот с тех пор я занимаюсь этой профессией. А какой последний спектакль вы сыграли? Ну, последний спектакль, так мне посчастливилось, я вот буквально только что недавно освоил профессию режиссёра. Ну, начал осваивать профессию режиссёра. Мы поставили сейчас в Адевиль «Беда от нежного сердца». Представляете название, да? «Беда от нежного сердца». Как от нежного сердца может быть беда? Вот как это представить себе, да? Ну, там у нас главный герой, молодой парнишка, он настолько влюбчивый, вот, то есть он как только девушку увидел какую-то, у него сразу в глазах такие дун-дун-дун-дун-дун, знаете, как в мультиках. У нас даже афиша есть этого спектакля, там главный герой, а у него вместо глаз сердечки, вот, то есть он как только увидит какую-нибудь красивую девушку, посмотрит ей в глаза, сразу влюбляется. И вот он в одну влюбляется, во вторую влюбляется, в третью влюбляется, на каждой хочет жениться, но у него, к сожалению, не получается, но всё равно всё заканчивается хорошо. Поэтому вот последний спектакль, ну, я его, крайний спектакль, да, это у нас в Адевиль «Беда от нежного сердца», но его я поставил как режиссёр, то есть как актёр я там не играл. Вот, а как актёр, это у нас громкая была премьера, может быть, вы слышали оперетта «Мистер Икс», называется такая классическая оперетта, где люди играют, поют, большие декорации у нас. Такой спектакль очень интересный, большой и весёлый. Я там играю злодея, барона да кривельяка, у меня такие усы, как у этого, большие такие, ух, вообще страшный человек. Какой ваш любимый спектакль, на котором вы были режиссёром? Ну, вот режиссёром я только начал, это вот мой первый спектакль, можно сказать, что он, конечно, он мой любимый, потому что зритель его полюбил, и они смеются много, и уходят от этого спектакля в эмоциях, ну, счастливыми уходят, да. А именно мой любимый спектакль как актёра, ну, вообще, я уже в профессии 25 лет, за 20, почти 25 лет, и за 25 лет у меня уже почти 100 спектаклей в репертуаре, то есть я уже за всю свою жизнь сыграл почти 100 спектаклей. Вот, поэтому выбрать какой-то один, ну, наверное, один из моих самых любимых спектаклей, у нас есть такой серьёзный спектакль, музыкальная притча, называется «В поисках времени». Вот, это спектакль о вере, это спектакль, ну, такой, по-настоящему взрослый, и там приходится вот прям не то, что играть, а прожить его так вот из глубины души, чтобы, ну, чтобы слёзы навернулись на глазах. Это непросто на самом деле, вот. А так, конечно, я очень люблю и детские спектакли, и детские сказки, у нас много в театре детских сказок, вы были у нас в театре когда-нибудь на каком-нибудь спектакле? Может быть, что-нибудь видели, я не знаю, «Огниво», «Золотая антилопа», «Снежная королева», вот одна из наших последних премьер была, в этом году на Новый год мы ставили «Снежную королеву». Очень большой спектакль с красивыми декорациями, с красивой музыкой, много танцев, много песен, много всего, а я там играю «Атаманшу». То есть я в… «Бременские музыканты» видели мультфильм? Да. Ну, помните там «Говорят мы бяки-буки» такая, в общем, «Атаманша» тоже есть у них в «Бременских музыкантах». Это вот старый наш советский ещё мультик, ну, и сейчас вышел фильм «Бременские музыканты». То есть там мужчина озвучивал женскую роль, вот, а у нас в спектакле тоже мужчина играет вот эту вот «Атаманшу» главу банды разбойников. Ну, в общем, мы там веселимся вот от всей души, так что если кто-то не был, мы с удовольствием вас будем ждать в нашем театре. А у вас был выбор между профессией режиссёра и какой-нибудь другой? Ну, да, я же вот как сказал, у меня был в начале, когда я начинал, когда я думал после школы, да, куда мне пойти, мы делали такие тесты специальные, когда по твоему складу, допустим, вот, ума и по твоему складу вообще вот эмоциональному тебе подходит та или иная профессия, да. И вот у меня был такой тест, когда я его прошёл, половина то, что я буду заниматься творчеством, а половина то, что я буду заниматься управленчеством, ну, то есть на какой-то руководящей должности, да, как-нибудь, вот. И у меня в тот момент как бы возникал вот этот выбор, то ли мне пойти в актёры, когда я, ну, чем я уже занимался в театральной студии, то ли мне пойти в менеджменты управления. И я когда прикинул, да, на «Чаши весов», сравнил это всё, я решил, что всё-таки лучше быть, лучше в данный момент я пойду на актёрство. Но, видите, вторая эстезиата тоже меня догнала, то есть вот сейчас уже, там, мне 40 лет, я стал осваивать профессию режиссёра. Режиссёр – это управленец, я думаю, что вам об этом ваши начальники-то расскажут. Какой ваш самый сложный спектакль был? Ну, вот, я уже немножко сказал про «В поисках времени», он сложный именно психологически, потому что там очень много приходится изнутри себя именно вот как-то, ну, не скажу, что ломать, но, по крайней мере, вот доставать какое-то своё сокровенное. То есть, ну, вот, смотрите, это же не просто, вот перед тобой сидит публика, да, перед тобой сидит там, ну, вот этот спектакль у нас в камерном формате идёт, перед тобой сидит 100 человек. И ты перед этими 100 зрителями должен свою душу как бы обнажить, получается, то есть рассказать своё сокровенное. У каждого внутри есть какие-то секреты, да, о котором рассказать другому человеку сложно. Вот, а наша профессия, профессия актёра, она в том и состоит, чтобы мы могли вот через это выразить и рассказать это публике, понимаете. И они, насколько мы будем честными с ними, так они нам поверят или не поверят, они заплачут или будут нам аплодировать или ещё что-то. Это зависит только вот от тебя. Поэтому вот такие спектакли, они, конечно, непростые. Но на самом деле у нас же музыкальный театр, он состоит из многого количества жанров. Допустим, там есть и опера, опера – это вот от начала до конца люди поют. То есть они все свои эмоции, все свои чувства передают именно через пение. У нас есть мюзиклы, да, когда и попели, и поговорили, и потанцевали. У нас есть оперетта, которая, ну, совершенно другой жанр. То есть в каждом жанре есть свои какие-то сложности, которые всегда приятно преодолевать. Вот, поэтому, ну, я считаю, что, наверное, да, я отвечу на этот вопрос, что вот «В поисках времени» Данила. Это достаточно такая для меня непростая была работа, но очень приятная. И вот сейчас у нас проходил конкурс «Лучшая театральная работа». Когда приезжала жюри из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, и эту работу отметили, и я получил диплом за «Лучшую мужскую роль», именно за роль Данила в этом спектакле. Есть ли у вас домашнее животное? Вот, это хороший вопрос. Я думаю, сейчас, да, у нас есть домашнее животное. У нас, во-первых, свой дом. Вот, и у нас есть две кошки и собака. Вот. Собака у нас дворняга. Она дома живет, у нас в доме. Ее зовут Бель, потому что она беленькая. Вот, очаровательное создание, уже три годика она с нами живет, и мы ее очень любим, она нас очень любит. В общем, это, вот, вчера я оставил телефон в другой комнате и уснул. Вот. Звонит будильник, я его не слышу. И она прибежала, и так поскуливает, не то что гавкает, ничего. Я такой, да что такое-то, думаю, ну еще же можно столько спать, где будильник, начинаю искать будильник, а его нету рядом. И я так краем-краем уха слышу, что он где-то там далеко, значит, это. А она услышала будильник, пришла и меня давай будить, короче. Пятки давай облизывать, давай, вставай, 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 давай, уже на работу опоздаешь. Так что есть. Еще у нас есть кошка, кошку зовут киса, и есть кот, кота зовут кокос. Поладят ли все эти животные вместе? Ну, когда собаку мы взяли позже, у нас уже коты жили, коты между собой как-то, ну, поладили как-то. Киса у нас самая старшая, поэтому она как мамка взяла себе кокоса, и его там, значит, воспитывала, там все. То есть у них между собой, у них любовь, у них никогда не было никаких конфликтов, ничего. А вот когда мы взяли собаку, ой, вот они с кокосом, конечно, они прям вот кокос на нее там, бля-бля-бля-бля, там долго-долго ее не принимал. И, наверное, только спустя год уже после того, как она у нас жила, они уже начали, можно сказать, что дружить. Ну, периодически все равно они так друг перед другом так, это, шерсть с дыбом, вот, и, в общем, интересно. Но, тем не менее, порой приходишь, вот, допустим, с работы, они все лежат на диване, значит, тут лежит киса, тут лежит собака, тут лежит, значит, кокос, и все как-то одной компанией так классно получается. Очень любим животных. У вас есть какая-нибудь мечта, которую вы очень хотите исполнить? Мечта, мечта, мечта. Ну, это очень интересный вопрос по поводу мечты, как ты не задумываешься о мечте? Ну, конечно, вот сейчас, допустим, когда я начал режиссировать, хочется поставить какой-нибудь большой спектакль. Вот прям на большой сцене, чтобы там вот с оркестром, с хором, ну, чтобы это все было такое масштабное, большое зрелище, чтобы полный зал народу, там, у нас же большой, у нас огромный зал в театре, тысячу мест, представляете? То есть, это целый, я не знаю, там, полстадиона, можно сказать. Вот, что-нибудь такое, конечно, да, хотелось бы, в принципе. А так, за последние годы несколько своих мечт, так сказать, я уже исполнил. То есть, у нас появился свой дом, мы купили дом, у нас появилась машина, вот, ну, профессия новая. Так что, очень много такого интересного происходит в жизни. Ну, что ж, давайте заканчивать. Наше шоу подходит к концу, и будем ждать вас. Скоро увидимся на Омском музыкальном канале. До свидания, Михаил. До свидания. Я был очень рад с вами пообщаться. Мне было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо.